Добрый день! Меня зовут Михаил Новак, я художник. И в это непростое время хочу предложить вам очень интересное занятие. Это называется таглы, зентаглы, дудлы, орнаменты, узоры, паттерны, мандалы, янтры. Названий очень много. Данную технику я бы даже не назвал рисованием. Это скорее арт-терапия или же даже медитация, потому что изображая повторяющиеся узоры, плавные текучие линии, человек входит в определенное медитативное состояние. Значит, нужно стараться при рисовании выключить рациональную составляющую, рациональное полушарие постараться отключить и задействовать только эмоциональное полушарие, работать на ощущениях. Рука, как правило, вот когда вы войдете в нужное состояние, рука движется сама. Все негативные мысли уходят, вы погружаетесь в процесс творчества и получаете удовольствие от процесса. Самое главное выключить себе отличника, не стараться сделать задание на пятерочку, а просто получить удовольствие от процесса. Сам по себе треугольник и треугольник, но если мы будем его поворачивать и составлять из него комбинации, то этот треугольничек позволит нам составить вот такой орнамент. Вот мы делаем такую серединочку и делаем вот такие дугообразные линии. Можно медитировать, сидя в позе лотос, закрыв глаза и сложив там руки в мудрый, а можно рисовать. Сейчас я вам хочу показать самую, опять же, простую технику. Вот мы поставили три точечки, соединили, получили треугольничек. Потом из любой из вершин у нас выходит линия чуть-чуть со смещением серединку. Получается такого своего рода спиралька, только угловатая. Мы сделали этот треугольничек, вроде бы он такой незамысловатый, ничего в себе не несет и даже пока еще не интересен. Но если мы добавим рядом еще один треугольничек и заполним его точно так же, то у нас уже получается что-то более интересное. Вот смотрите, вот такой момент, да. Мы добавляем еще один треугольник, причем хочу отметить, что треугольники могут быть самые разнообразные. Классификации нету, просто можно, скажем так, разделить условно на несколько направлений. Геометрические узоры, четкая геометрия, прямые углы, использование треугольников, квадратов, кругов, растительные элементы, да, плавные, текучие, там те же самые вот какие-то амебы, там кружочки, точечки, линии, пятна. Можно использовать пятна и закрашивать их черным, да, они будут тогда более контрастно смотреться. Можно использовать только линейный рисунок, можно наши элементы заполнять цветом, раскрашивать. Скажем так, ограничений нет. Значит, в интернете, опять же, вот тех, кто затрудняется, есть очень большое количество материала по этой теме. И просто можно взять за основы какие-то элементы, а потом их развивать до бесконечности. Вот такие штучки. Давайте уже несколько штук заполню, чтобы было понятно, что один треугольничек, он невыразительный и скучный, а когда мы делаем несколько треугольничков, у нас уже получается такое интересное пространство и приобретает это пространство объем. Причем, опять же, повторюсь, треугольники могут быть самые разнообразные. Больше, меньше, острые углы, тупые углы. Если кто-то более структурирован, кому-то хочется вот четкости, да, можно взять там миллиметровочку или листик в клеточку и сделать идеально одинаковые эти треугольнички. Вплоть до того, что можно под линеечку это все сделать, это будет аккуратно, четко, это будет все звенеть. Но в рукотворном рисунке тоже есть своя прелесть, есть живое движение руки. А тут уже, друзья, вы сами для себя выберете, в каком направлении работать, работать от руки или работать под линейку. Тут вот сразу сейчас я вам покажу еще один приемчик. Вот мы нарисовали вот такую капельку, да, и продолжили линию. И потом вот наша линия, она как бы обтекает. У нас получается вот такой интересный элемент. Это может быть и какой-то коралл, и след на песке, и какое-то растение. Если добавить иголочки, у нас и кактус может получиться. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Ну вот опять же, я нарисовал один элемент, он сам по себе скучен, да. Но вот если мы будем в таком же ключе делать. Вот линия прервалась, потом продолжилась. Вот, мы добавили еще один элемент, уже рисунок смотрится интереснее. И скажем так вот, дополнять такими элементами. Причем элементы могут быть и побольше, и поменьше. Все зависит от вашей фантазии, от вашего желания, от ваших ощущений. Как вы чувствуете, как вы ощущаете, так вы и делаете. Вот в этом ключе, вот я делал только вот тоненьким карандашиком, 0,3 миллиметра. Вот эти элементы, вот получается вот такая штука. И это вот очень медитативно, очень затягивает. Раньше, конечно, когда сидели на партсобраниях или на комсомольских собраниях на политинформации, можно было себя чем-то занять, рисовать. Сейчас таких мероприятий нету. Но, тем не менее, вот ситуация складывается так, что надо себя чем-то занять. Вот я, например, делаю как. Я включаю аудиокнигу интересную, просто сидеть и слушать. Совесть не позволяет, надо чем-то заниматься. Поэтому вот я сижу, и вот у меня получаются вот такие штучки. Это пастельный карандашик беленький, да. И цветная бумажечка офисная, она чуть поплотнее. Если вот такая бумага у нас идет 80 грамм, это 90 грамм. Опять же, ну, в любом констоварном магазине такая бумага есть. Ну, давайте сделаем вот такую штуку. Вот мы нарисовали квадратик. Провели диагонали, вертикаль и горизонталь. Вот в данном случае мы идем от строгой геометрии и работаем с прямыми линиями, которые потом у нас образуют какие-то геометрические фигуры. Вот у нас из одного квадратика получилось 4. И в каждом квадратике у нас есть диагональки, да. А дальше мы уже можем работать в любом направлении. Вот у нас есть белые линии и голубой листик. Мы можем взять, в данном случае мы работаем не черным по белому, а белым по голубому. Вот получился уже такой узорчик. А из-за того, что у нас есть светлые и темные пятна, уже получилась даже некая иллюзия объема. Все очень просто, доступно. Значит, и дальше мы можем все это дело усложнять. У нас получается голубая бумага, поэтому я беру обыкновенную синюю авторучку. Синяя по голубому. Будет не так жестко, как черненький, да. Причем я намеренно не усложняю рисунок, а делаю его предельно простым, чтобы вам было понятно, что не обязательно углубляться в какие-то дебри. Дебри намеренно свой рисунок усложнять, потому что даже простые элементы, они уже могут сложиться в какую-то интересную композицию. Все, что я делаю сейчас, все идет абсолютно спонтанно. Это не домашняя заготовка, вот оно идет, я так делаю. В данном случае я заштриховываю треугольнички через один. У нас чередуются светлый, темный, светлый, темный. У меня сейчас штриховка идет в одном направлении, а в принципе для усложнения рисунка, чтобы он был более интересный, можно еще и поиграться со штриховкой в разных направлениях. Вот если тут у нас идет везде вертикальная штриховка, можно добавить диагональную штриховку, можно использовать штриховку перекрестную. Казалось бы, просто линии, но разное направление штриховки, использование штриховки перекрестной, оно уже рисунок обогащает и усложняет. Ну вот, получилась вот такая штучка, все очень просто и можно на этом остановиться, можно идти дальше, причем усложнять можно до бесконечности. Я не усложняю какие-то особые изыски, просто вот берем сейчас каждый треугольничек, опять делим пополам. И теперь смотрим в какую сторону мы будем утемнять, вот давайте к серединке. В данном случае я взял уже шариковую ручку черную, да. У нас рисунок усложняется, у нас голубой фон, белые линии, синие линии и черный. Можно таким образом усложнять и рисунок наш приобретает выразительность. Стараясь аккуратненько заштриховывать наши сегменты, вы ведете штриховку от линии до линии, стараясь так, чтобы ваша штриховка не выходила за границы и в то же время доходила до границы вашего сегмента. Таким образом еще дополнительно вы тренируете свою моторику, тренируете глаз и тренируете руку. Вот, ну давайте в таком же ключе, как мы делали вот эти треугольнички, давайте мы возьмем опять синюю ручечку и вот эти элементы мы заполним условно назовем это спиралькой. Потому что какой-то вот принцип спиралевидности есть. Вот, и уже вот эти наши треугольнички приобретают глубину в силу того, что наша спиралька уходит визуально в глубину. И таким образом вот наш плоскостной рисунок приобретает объем. Вот, когда мы используем вот такой прием, значит мы можем ввести нашу спиральку по часовой стрелке или против часовой стрелки, а совмещая два элемента мы создаем разные эффекты ухода пространства в глубину. Получается эффект оптических иллюзий сейчас у меня где-то было. А, ну вот, скажем так. Вот, вот этот вот прием, вот он применен. И мы используем только черные линии на белой бумаге, но тем не менее, посмотрите какой появляются объемы, получается даже глубина и пространство данного рисунка. Любой из рисунков можно усложнять до бесконечности, ну, когда у вас уже просто не останется пустого пространства. Ну, и опять же, в данном случае, когда вы даже все заполните, можно взять ту же самую вот гелевую ручку белую и поверх уже заштрихованного добавить какие-то элементы, если будет в этом желание. Я очень надеюсь, что то, о чем я вам рассказал, даст толчок вашему творчеству, поможет вам плодотворно провести появившееся свободное время. С тегом арт-волна, латиницей, выкладывайте свои работы, мы будем очень рады посмотреть, что вы сотворили. Я желаю вам всем здоровья, позитивного настроения и гармонии. Можно заполнять пространство просто одинаковыми кружочками, а можно сделать их разновеликими. Можно это все сейчас вписать в квадратик. Как будто поломалась стиральная машина, и из нее начала вылазить пена.